Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне, один из главных церковных праздников. Этот праздник также называют Богоявлением, потому что в этот день Бог явил себя людям. Традиция этого праздника – совершать омовение и купание в водоемах в ночь с 18 на 19 января. В Крещенске-Сочельнике в День Богоявления вода освящается не только в храме, в специальной купели, но и в открытых водоемах, если они есть поблизости. Каждый год мы совершаем крестный ход. Если нам позволяют специальные службы МЧС, мы освящаем Иордань, потому что иногда бывает, что нас просто не пускают, потому что лёд очень тонкий и хрупкий, а крестный ход мы всё равно хотя бы я, например, прохожу, освящаю Иордань, и мы обратно возвращаемся в храм. То есть эта традиция очень давнишняя, долгая и всеми ожидаемая, всеми любимая. Православный окунается в Иордань, специально отведённое для этого место на водоеме. Считается, что святая вода смывает все грехи и укрепляет здоровье. Глава региона Алексей Русских тоже окунулся в крещенскую купель храмового комплекса в Арском. Утром 19 января в Спасовознесенском соборе митрополит Симбирский Новоспасский Лонген провёл божественную литургию. По её окончании был совершён чин Великого Освящения Воды. Великое Освящение Воды совершается в Крещенский Сочельник 18 января и в сам праздник Крещения Господня Богоявления 19 января. При этом используется один и тот же чин. Он называется Великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием Крещения Господня, в котором Церковь видит не только первообраз таинственного омовения грехов, но и действительное освящение самого естества воды через погружение в неё Бога воплоти. Твою тань, крещающуюся Тебе, Господи! Вода, освященная по чину Великого Освящения, называется Великая Агиасма – Святыня. Митрополит Лонгин всех присутствующих в храме окропил святой водой. После этого владыка поздравил собравшихся на богослужение с праздником Богоявления. Я сердечно поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с этим праздником в нём. Он является неким предвосхищением, предображением того Крещения, которое мы с вами получаем при входе в Церковь Христову. Губернатор Алексей Русских принял участие в традиционном праздничном богослужении в Спасовознесенском кафедральном соборе. По завершении он приветствовал митрополита Лонгина и поздравил православных ульяновцев с Великим праздником. Каждый год мы встречаем хрящение Господне с ощущением духовной радости и благодатного благословения. Оно вдохновляет на праведные дела, напоминает на милосердие, справедливости и любви к ближнему, обращаясь к многовековым традициям православия, которые укрепляют тяжественные основы российского общества. После приветственных слов митрополит Лонгин предложил всем набрать освященной воды. В этот день, как никогда, людей в храме было много. Они выстроились в длинную очередь. Православные добровольцы помогали верующим набрать воду в бутыле из огромного чана со святыней. Хранить освященную воду рекомендуется в плотно закрытой емкости около икон. Пить ее нужно натощак в зависимости от потребности человека.